Помощь животным и забота об окружающей среде – это два ключевых направления осенней недели добра, которая стартовала в Сарове 18 сентября. С понедельника волонтёры собирают помощь для приютов в рамках традиционной акции кинологического клуба «Акбар» «Дари, корми, люби». Также в этом году к неделе добра присоединилась спортивная школа Икар. Для приёмника зато верный друг они собирают корма для собак и щенков, педигри, чапи и винер, корма для кошек и котят, вискос и феликс, а также древесный и минеральный наполнитель любой марки. Принести корма для приюта можно и в первый корпус с РФТИ «Кабинет 103». ВУЗ проводит акцию «Сердце для лапок». Также у нас сейчас запущен флешмоб в ресурсном центре «Фотолапка». Это фотографии животных, которые уже нашли свой дом. В пятницу в молодежном центре у нас будет проходить благотворительный танцевальный концерт, где билетом будет корм для животных. Также мы будем развешивать фотографии животных, которые ищут свой дом, чтобы зрители могли собрать кого-то к себе домой. В рамках осенней недели добра в Сарове пройдут общегородские дни чистоты и уже традиционные акции «Вода России» и «Чистые игры». В «Чистых играх» приглашают принять участие всех желающих. Это командное состязание, в котором участники на время убирают территорию озера Борового. В каждой команде по 10 человек. «Чистые игры» пройдут 21 сентября в 16.30. Победители получат молодежный кубок чистоты. Форма для регистрации доступна в группе «Молодежь спорт Саров». Также присоединяйтесь к нам, делайте добрые дела, выкладывайте в ВК с хэштегом «Неделя добра Саров». И 25 сентября мы наградим самых добрых людей нашего города. Также у нас сейчас проходит акция «Эко привыкай». Это информационный марафон, где будут выкладываться какие-то лавхаки, какие-то советы, чтобы экология становилась как какой-то привычкой полезной, чтобы была культура, связанная с экологией, с сохранением чистоты, природы. В рамках осенней «Недели добра» объявлен сбор для жителей новых территорий и бойцов СВО. Можно передать тёплую одежду и обувь для мирных граждан. Кроме того, для военного госпиталя требуются медикаменты. Со списком можно ознакомиться в группе «Молодежь спорт Саров». Помощь можно принести на гуманитарный склад на Пушкино 24А с пометкой «Новые территории». На коробках с лекарствами важно указать для госпиталя, на посылках с одеждой – для жителей. Первая отправка запланирована на 26 сентября.